Мама, я ведь не школьник уже. Ты обещал нам с отцом не курить. Брошу. Что? Алло. Мама, тебя не слышно. Алло, ничего не слышу, алло. Простите, пожалуйста, а можно вас попросить меня сфотографировать? Ну, здесь вот, вот на правую кнопочку. Ну, там. Так я вхожу. Я думаю, что у вас интересное, некрасивое лицо. Да. Ну, к сожалению, вы правы. Знаете, я просто плохо сплю в последнее время. И, может быть, вот поэтому. Быстро согласились. Быстро согласились. Да, да. А вот вы тем работаете? Я режиссер. А, прекрасно. И что, ваши фильмы кто-то смотрит? Нет. Я их больше не снимаю. Ну, почему? Они никому не нужны. Почему? Думать заставляют. Понимаю. Понимаю. А вы кто по профессии? Хотите сказать с таким лицом? Вы не обижайтесь. Это не профессионально. Я не обижаюсь. Мне как раз приятно. Мне не профессионала. Приятно. В наше время редко встретишь адекватного человека. Извините, а вы знаете, что вы приговорены к смерти? Что? Вы кто такой вообще? Значит, не знаете. Жаль. Что жаль? Успокойтесь. Да я спокоен. Что за шутки? Это не шутки. Это даже интересно. У меня в кармане нож. Значит, хирургическая операция? Вы не волнуйтесь, все произойдет мгновенно. Секунды и кончено. И многих ты прикончил таким способом? Многих. Что-то мне курить захотелось. Вы же не курите. А нам спешить некуда. Что? Простите, а я могу бы этот воротничок расстегнуть? Какое неприятное у вас лицо. Ну, понимаете, мне самому очень живет. Мне тоже досадно. Я считаю, что вам повезло. Все произойдет в спокойной, дружелюбной атмосфере. Я горжусь, оказанной мне честью. А ведь настоящий режиссер, да? Ну, значит, борец за свободу. Это естественно. Страна была. В последнее время все время встречаю людей, и все борцы за свободу. Простите. Да. А сигаретки не будет у вас? Извините, а сигареты не угостите? Нет, нет сигарет. Нет. Простите, а не подскажете еще, центр в какую сторону? Центр? Ну, идите прямо, и не ошибайтесь. А может, вам по пути? Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Слушайте, ну сигаретку, сколько, да? Ну, вы готовы? Почему? Давайте, покурить сначала, давайте. Любой человек, всегда, ну, хоть немного, но боится смерти. Приятно чувствует себя человеком. Люди постоянно жалуются на жизнь, но расстаются с ней крайне неохотно. Ты ничего не понимаешь в жизни, как и всем. Вы правы. Вы же режиссер. Зато мне важно, как человек расстается с жизнью. Ты хочешь сказать, как он подыхает? О, нет. Тут огромная разница. И в чем она? Вас, кажется, начинает интересовать искусство умирания. Не знаю такого искусства. Куда мы все идем? Вам там понравится. Я ухожу. Тебя нет всегда. А когда ты есть, тебя тоже нет. И меня нет. Все. Прощай. Я знаю только, что владеют этим искусством очень немногие. Мне приходилось иметь дело и с дилетантами, и с выдающимися мастерами. Давай, убиви. Ну, сначала я считал убийство, ну, естественным делом. Он, наверное, работает. Я убивал для того, чтобы жить. Мог ли я поступать иначе? Это, конечно. Ну, вот. Ну, кто-то совершал преступление, а я совершил крупосудие. Я казнил их. Их смерть была нормальным, естественным делом. Только я не совершал преступления. Ну, вы шаме-то в это верите. А ты что, совесть моя? Боже упаси. Боже упаси. Простите, пожалуйста. Простите. Да. Простите, извините. Простите. Простите. Николай Викторович. Простите, пожалуйста. Я просто... Ну, я не знаю, как так получилось. Я просто... Я обожаю ваши фильмы. Боже. Простите, пожалуйста. Можно сфотографироваться? Знаете, сейчас нам некогда. Пожалуйста. Попозже. Хорошо? Один кадр, пожалуйста. В следующий раз. Один, 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 один. Ну, сейчас. Ну, давайте сюда еще раз. Один, пожалуйста. Нет. Нет. Простите. Девушка, у нас просто сейчас дело. Мы сейчас... Не уходите. Мы сейчас спешим. Простите. Давайте выйдем туда. Давайте выйдем туда. Давайте. Спасибо большое. Спасибо. Вы не поддержите. Так, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Потому что вы жрецуру из-за не браете? Ну, да. Почти. Собираете? Почти, да. Так, ну что, готовы, да? Я вас можно? Да. Да, конечно. Спасибо. Может быть, вы улыбнетесь? Да? Давайте. Ну, вот. Вам получилось. Да. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я буду ждать ваших фильмов еще. Спасибо вам большое. Извините. Все, до свидания. Удачи. Каждый умирает так, как ему хочется. Только не приговоренный к казни. Тут ведь нужна публика. Казнь должна быть торжественным актом. Последняя речь над откровением. Конечно, сейчас все изменилось. Умирает наедине со мной. Умирает равнодушно, как животные. Это ж не до искусства умирания. Я не сдамся. Нет уж. Я никак не могу взять толк. А что, собственно, происходит с нашим миром? Я не скотина, чтобы меня заколоть и съесть. Есть другой способ умереть. Стать тобой? Надо просто со смирением принять свою смерть. Это добродетель в наше время просто смешно. Добро всегда смешно. Николай Викторович, расскажите дальнейшие ваши творческие планы. Когда появится ваш новый фильм? Не хочу загадывать, но надеюсь, что скоро. Вы знаете, все же сопротивление – это узел живых. Перед умирающими стоят другие задачи. Перед умирающими стоят те же самые задачи, что и перед живыми. Ты говорил, что преступники сопротивляются. Прекрасно, я буду сопротивляться. Но сопротивляться мне бессмысленно. Что? Люди! Меня хотят зарезать, как собаку! Что ты мне не мешаешь? Зачем? Я опять буду кричать. Кричите на здоровье. Ты что, побороться со мной хочешь, да? Борьба начнется, когда вас обхватят мои руки. Помогите! Скажите, а вы собачку здесь не видели? Небольшую такую. Рыженькую. Нет. Не видали. Куда же она делась-то? Альма! Альма! Ну, что вы не кричите? Альма! Потому что я не боюсь тебя, справлюсь сама. Трусишься. Всегда побеждает. Спокойно, как смерть. Ну, не мне умирать этой ночью. Пойдем, 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 пойдем. Уже так холодно, пойдем. Пойдем. А мы ее завтра обязательно будем искать. Обязательно. Пойдем. Как собачку-то звали? Альма, Альма. Мы ее найдем. Альма! Ты меня проси, что я тебе наклевал в лицо. Ничего, я понимаю. Ну, потерпи. Умирание слишком... трудное искусство. Пойдемте. Ура! Светает. Чему тебя научили смиренные и невинные? Понимание того, с чем я могу совладать в человеке. А что мне не подвластно? Разве твоя власть не безгранична? Понимаете, власть, которую я осуществляю своими собственными руками, принадлежит не мне. Она принадлежит вам. Позор, убийство снимается с сильных меры сего и возлагается на мои плечи. Но сильных меры сего выбираю не я, а вы. Мое дело нести на себе их бесчестие. Меня боятся. А перед теми, кто наверху не только трепещет, ими восхищаются. Вместо ненависти они пожинают любовь. Заболчи. Вы же хотели, чтобы я говорил. Ты мне надоел. Когда человек в час своей безвинной смерти смиряет гордыню и отбрасывает страх, чтобы умереть, не проклиная мир, как умирают дети, то это победа выше любых других побед. Все. Спасибо. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Курить будешь? Я ехал. Может убежать? Не хочу. Ну да как? Я хотел, чтобы люди перестали бояться. Чтобы у них появилось чувство отвращения к страху. Но это никому не нужно. Наша судьба решается без нас. И ты тоже вместе с нами слабый. Безликий. Давно уже мертвый. Ну что? Скорость. Скорость. Рассвет. Я надеюсь, что ты не промахнешься. Давай начинай плачь. Как вам будет уходно. Так, чуть понеже. Вот так. Вам хорошо в моих объятиях? Лучше некуда. Так. 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 Так.